Добро пожаловать в крафт-шоу подкаст! Ты записываешь это что? Да не, ну там... И потом летающий макароны монстр отдал пирату Масею Десять табличек лучше бы ты этого не делал Правда, пират Масей по пути из дороги Сальца потерял две из них Негодяй Ой, друзья, вы чуть не были посвящены в новую религию пастафарианства Раминь всем Ну да ладно И не будешь и теперь Привет вам, друзья Меня зовут М.Дже Рамон И добро пожаловать в подкаст от крафт-шоу Вместе же... Вместе с... Ж, конечно Блин Я сегодня так много дублей просто делаю Что уже не буду просто даже останавливаться С Тюной и Ричем Привет, ребят Привет всем Карликовый привет Угу Уга Где-то с десятого... Где-то с десятого дубля я сказал это, да А кому интересно пастафарианство... И то не сказал Ну, не, чё сказал Я всё сказал Что хотел, то сказал Всё, не надо Ну произнёс, да Как-то получилось это Выдавил Кому интересно Пастафарианная Как реальная религия И даже есть в России Я знаю Церковь уже открыли И если кто-то будет обижать Чьи-то верования В летающего Макаронного монстра Того можно... На того можно, кстати, подать в суд По законодательству России И можно даже... Ну, типа, оскорбили, да Чувства верующего Оскорбиться можно У вас есть возможность Оскорбиться лишний раз Да, да Вы можете принять эту религию Просто подав заявку На интернет-ресурсе Вам пришлют сертификат Всё Вы реально... Вы верующие Вы реально верующие, да Ваша религия теперь Пастафарианство И летающий Макаронный монстр Не против того, что Если вы вдруг Уйдёте обратно К своему Любому другому богу Всё нормально Ему вообще по барабану Он Макаронина Ему не по барабану Но Если вы будете верным последователем Летающего Макаронного монстра То в раю Вас ожидает Вулкан, который извергает пиво И фабрика стриптизёр Вот, друзья Так что... Как-то меня не манит Или стриптизёров тюн Кому как Кому что интересно Но это более мужская религия Кто, да В общем, рамень Рамень, друзья Рамень Всё А женское Это было бы Слушай Хорошая идея Надо что-то По поводу салатика Подумать, да? Такое Да будет женское Чё салатик? Пиво салатик? Чё это за салатик такой? Я пиво салатик Не употребил Салатик и мохито Во Отлично Салатик и мохито? Это что за сочетание такое? Не представляю Это... Я не знаю Чё нам представишь? Ты будешь, кстати, отцом... Отцом основателем Отцом? Да А по-английски Аминь это Амен Да? Амен По-моему, они там говорят Поэтому Рамен Это... Ну, короче Погуглите Погуглите Вообще речь сегодня не об этом Мы так долго Постопорянствовали Паста, рамен Да Ну, просто это очень серьёзная тема Религия Да, это очень Серьёзно Обсуждается в обществе И в интернете Поэтому мы Обратили внимание Поэтому мы это не будем обсуждать Поскольку это серьёзная тема Да, мы обходим стороной эту тему Красиво и мимо Да, давай обсудим пляжи Давай обсудим немножко другие вещи Во-первых, друзья Большое всем спасибо за то, что вы с нами Большое спасибо всем тем, кто подключается к нам И подписывается на нас в последнее время И вообще, потому что мы достигли отметки в 50 тысяч И наконец-то мы смогли собраться втроём И наконец-то пишем подкаст по этому поводу Да Счастье, радость Офигеть! Ну, это ненадолго Чё не надо А, ну в смысле Скоро 50 55, 60 и так далее А, да-да-да-да-да-да Уже На это имею в виду Уже прямо сейчас На канале 51 тысяча с чем-то там Короче, вот так вот долго Мы с этим На целых Несколько Чё ты так вздыхаешь Типа Да мы просто не успеваем Да Не успеваем Это рот Мы потом будем каждый день подкасты писать Ну да Да, представляешь Каждый день подкасты Нет, там потом будет Тогда придется Каждые 50 тысяч Ой, извините Это, наверное, было громко Я задел рукой микрофон Осторожно Нет, ты его укусил Да Потому что ты проголодался Потому что мы долго говорили про тифтели Да И, короче говоря, друзья То, что когда-то говорилось Что там Вебка от меня будет Она будет Всё, она едет Скоро приедет Также На канале грядут некоторые изменения А именно будет ребрендинг Я недавно нашёл Очень весёлая Очень весёлую штуку Короче говоря Я не буду называть имен Я не буду говорить там ссылок Ну то есть Чтобы это не было какой-то такой Знаете Чёрной рекламой Или ещё чё-то такое Но Есть некая группа людей Которые взяли Растянули этот логотип Короче Совсем потеряли Пропорции по дороге Влепили туда Своё название Всё Та-да Подтянули Логотип Но ребрендинг будет не по этому поводу А ребрендинг был задуман уже очень давно Ещё, наверное, как только нам Где-то 40 с чем-то там тысяч стукнуло На канале Да, даже немножко раньше Я уже, да Задумал ребрендинг Потому что мы как бы развиваемся У нас всё больше и больше Всего на канале происходит И Я считаю, что данный логотип Несколько устарел И он Новый логотип будет круче Красивее И манее В ногу со временем В общем, всё как Всё как нужно Как прям корпорация у нас целая Да, пора делать ребрендинг Да Ну да Так Поднадоело, да Пора менять ориентиры И добиваться больше Да Я тебе говорю Каждый день по подкасту придётся Потом после этого ребрендинга Также у нас изменения Произошли такие, друзья Во-первых Была изменена ссылка Кто там микрофон включает Выключает Очень громко Не кушай микрофон Очень, очень неприятно Ой Рич, пожалуйста, прекрати Перекратил Спасибо Спасибо Пожалуйста У тебя там вентилятор, наверное, работает Потому что иногда что-то задувает Ну, задувало, да Спасибо Задувало Во-первых, у нас изменилась ссылка У нас изменился адрес нашей группы ВКонтакте Раньше у нас был ВК.ком Слэш Майнкрафтнет.ua Теперь наш адрес ВК.ком Крафтшоу Ну, ВК.ком Слэш Крафтшоу Геймс То есть мы не поменяли группу Не надо там переподписываться Ещё что-то Группа осталась на месте Весь материал остался на месте Все подписчики остались в группе ВКонтакте На месте Просто поменялась ссылка в адресной строке Это связано с тем, что Также Уже в скором времени Наш официальный сайт вместо Майнкрафтнет.ua Станет Крафтшоу Нет.ua Домен уже зарегистрирован Так что можете не пытаться его регистрировать Уже Уже всё нормально Уже забито Уже занято А вы почти успели Да В общем, это Это связано с тем, что у нас на канале Как бы Помимо Майнкрафта Ещё очень много разных Интересных штук Да, происходит И как бы Ну, логично Назвать уже Некие ресурсы Сопроводительные Уже не Майнкрафта А Крафтшоу Но это не значит, что мы уходим от Майнкрафта Что там О, Майнкрафта будет меньше Его будет столько же Крафтвель продолжается Начался вот недавно Скайден Так что Всё в порядке Всё нормально Не переживайте по этому поводу Подкаст мы всё так же ведём В Майнкрафт мире Так что Не нужно печалиться От кубиков мы никуда Да Вот И что-то ещё А, и Твиттер будет Тоже скоро меняться То есть сейчас Твиттер у нас Как и Вконтакте был Twitter.com Slash Minecraft.net.ua Будет Twitter.com Slash Крафтшоу Games То есть я пытаюсь Перейти к единому Как бы имени Да Это будет либо Крафтшоу в названии Либо Крафтшоу Games Чтобы вы не путались То есть почти все ресурсы Ну кроме Твитча То есть на Твиче Всё так же будет Twitch.tv Slash MGR Но Крафтшоу Games Имя на Твиче уже забито Так что можете тоже Не пытаться его зарегистрировать Я так на всякий случай Зарегистрировал всё Везде где надо Вот Поэтому Просто мы не будем Переходить на Имя Крафтшоу Games Потому что там Как бы его продвигать Заново Это Ух Поверьте мне На Твиче это Очень много усилий Придётся приложить Ну и В общем Вот такие вот новости Спасибо друзья За Конечно же За То что вы с нами За всю вашу теплоту За все ваши Просто Просто шикарные Комментарии К видео Я всегда Просто Черпаю Черпаю Да читаем Вниматель Не-не-не Я Я к другому Веду Я всегда Черпаю Вот Всю эту Интеллигентность Всю эту Весь этот Свет В комментариях Вот захожу просто И мне светло Тепло И душевно Становится Ну кто Кто знает Понятие И сидит Рамон И черпает Кто 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 не Шелдон Из Теории Большого Взрыва Тот понял Что это Сарказм Был Не Некоторой Степени Ну вы поняли Вы знаете Моя позиция По поводу Комментариев Привет Рамон Я первонах А когда Крафтвиль В общем И тому подобные Комментарии Их я пропускаю Друзья Я на них Не отвечу Разве что Я ответил Недавно На вопрос Где Крафтвиль Я ответил Что Не хочу вас Разочаровывать Крафтвиль Крафтвиля На глобусе Нет Это как Нарния Поэтому Где Крафтвиль Я не могу Сказать Поискать Попутешествовать Давай Будем Поощрять Путешествия Будем Заглядывать В шкафы И тумбочки В поисках Крафтвиля Как вариант Тоже вариант Ну общая тема Друзья У нас сегодня Вы знаете Наши общие темы Темы На которые Мы почти не говорим В подкастах Общая тема У нас Это Летоотдых На этот раз Мы взяли тему От Рича У нас Каждый иногда Предлагает тему В прошлый раз Он тоже Предлагал Иногда удачно В прошлый раз Он тоже Предлагал И мы ее Отвергли Вот Но на этот раз Согласились Да Тюн Потому что Есть о чем Потому что Потому что Никто ничего не предложил Тему мы выбираем За 5 минут До начала записи Если что Поговорить об этой теме Можно Много Но Насчет Данного Нынешнего года У меня конечно Сказать Почти нечего По поводу отдыха Мне тоже Единственное Что я хотел бы Куда поехать Отдохнуть Это на Майнкон Вот друзья Грядущий Который будет В Атланте По-моему Проходить Я не помню Честно В Америке Но После того Как я посчитал Стоимость перелета Просто Просто перелета Туда и обратно Да Не ну ты можешь Попасть туда И вернуться обратно Пешком Короче это стоит 2000 долларов Просто попасть туда И вернуться обратно И как бы Это реально Большие деньги Это огромные деньги Для меня И Ну не попаду я туда Будем ждать Что следующий Майнкон будет Где-нибудь поближе Где-нибудь Я не знаю Ну например В Чехии Или в Польше Да вот Было бы просто здорово Или в Германии В Чехии Да отлично Хотя нет В Германии плохо В Германии Там у них Въезд Такой дорогой На самом деле Просто Невероятно дорогой И попасть туда Еще тяжело Там шенгенская виза Короче Во Францию Тоже было И все радостно Да во Францию Тоже в прошлом году Было тяжело попасть Вообще-то Там тоже через Через Германию Надо было Короче Жесть какая-то Опять Германия Посмотрим Посмотрим Ну я в любом случае Буду следить за Майнконом За нынешним Он будет по-моему В ноябре Проходить И друзья Я попытаюсь Вам сделать Такой Новостной выпуск Где я Подведу итоги Майнкона Да там В нескольких дней Думаю там Два-три дня Он будет идти Буду пытаться Подводить итоги Каждого дня И После того Как я посмотрю И смонтирую Буду выкладывать вам ролик Где буду рассказывать Основные события Вообще Что там произошло На Майнконе То есть буду смотреть Новости Буду смотреть трансляции И рассказывать вам Потом кратко Что же там было На Майнконе Надеюсь У нас не только Развлекательный Образовательный Еще и новостной Ну так я делал Я делал такой выпуск На Первый Майнкон Между прочим Еще и в Твиттере Постоянно писал новости Что там происходит Там Прям Горячие Горячие новости Поэтому если у вас Нет времени Смотреть Вы можете подписаться На наш Твиттер Уже на два Твиттера Майнкрафт.нет.ua И Крафчоу Геймс Да ладно Подписывайтесь на три На три не надо Слишком много Вот И там будут потом В последствии Вот такие вот Горячие новости С Майнкона Ну и вообще То есть походу тоже Ну ладно Рич я знаю что тебе Есть что сказать По поводу нашей темы Давай Колись Рассказывай Да 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 Я завтра У меня начинается отпуск Все я ради этого Предложил тему Вот У меня начинается отпуск Я еду на море Все Козел Все тема закрыта Да 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 Это означает Что у меня просто С недельку где-то Не будет К сожалению Жаль Плакать буду Сидеть на море Кушать креветку Соленые креветки Зато будут Да Это означает Ребят То что Крафтвель Будет задерживаться Задерживаться Немножко Будет задерживаться Задержится Короче говоря Но Как видите Причина на это Есть Причина Нормальная Уважительная Уважительная Причина Да Поэтому Пожелаем Ричу Всего хорошего Куда едешь Хорошего отдыха Так куда-то Под Севастополь Там без меня Все организовали Ты сам вообще В курсе Куда ты едешь То есть Ты сам не знаешь Куда едешь Ну примерно Меня привезут Тебя пьяного Привезут Просто уже Положат на берегу Нет Я буду трезвый Да кому ты рассказываешь Я буду трезвый Нет Я буду Я буду всю дорогу спать Пьяным Нет Трезвым Я приду После наличной смены И сразу поеду Тебя пока будут Проводить на автобус Ты уже там наклюкаешься Что ты вот это Мне тут рассказываешь Что ты рассказываешь Ты перестань Ты по себе Не я же не пьющий человек До тех пор пока с Ричем Куда-то не пойдем Потом начинается Выставил Рича Алкашом Пятидесятитысячной Аудитории Не ну на самом деле Друзья Вот роли Он почти не пьет Ну литров три Где-то за вечер Может выпить Так Для разогрева Ну а так же Для разогрева Да А потом начинается А потом кофе начинается Что? Потому что жена Начинает ругаться По-моему да Вот что начинается На самом деле Мы такие Если куда-то идем То есть Нет такого Чтобы там типа Нажрались там Да бурагозить Ну это неинтересно Потом ничего не помню Стыдно Ну его Сели Сели Пообщались Рич меня уговорил Взять бокальчик Взяли второй бокальчик И разбежались по домам Все Обычно это так происходит Ну с моей стороны По крайней мере А там может и вискарь начаться Я иду в Альянс Если вдруг решим Поменять место Место дислокации С какой-нибудь уличного Уличной кафешки Куда-нибудь В более такой Ночной клуб То там конечно Прилучное место Обычно это неприличное место Ты знаешь Да Обычно всякие ночные клубы Которые стоят Дорогой вход И так далее Это уже неприличное место Далеко Ну Я Да И на них далеко просто Приличное место Это библиотека Например Вот Приличное место По ночам По ночам Ну что Есть круглосуточные библиотеки Есть же Да Ну а что Да И там весьма прилично Я в Питере знаю Должна быть такая Потому что это В Питере где-то Что-то где-то Не я знаю Что она должна там быть Потому что Питер Как бы все-таки Культурная столица Правильно Поэтому Ночная библиотека Как ночная аптека Просто Питерцы Согласитесь с этим Нет В Питере просто Ночная библиотека Нужна как ночная аптека Понимаешь Библиотека на дом Пока не закрылась Пока не закрылась Это чертова Полумагазин Это был скорее Не библиотека А магазин Книжный Вот Там никто ничего не покупал Они пытались продавать Детские игрушки Их тоже никто не покупал Короче Этот магазин закрылся А книги там были нормальные Там вполне неплохие книги Заказывать можно было То есть Все могли привезти там Ну и на дом потом привезти Даже И принести эти книги Потому что они дорогие Сейчас эти книги Чертовски дорогие Вообще То есть Как бы Хорошая книга Стоит порядка Там у нас Да Вот 100 гривен По-моему Там Ну что Типа того Там тоже В зависимости от размера От Переплёта От качества бумаги От размера шрифта Там Потому что Ты можешь купить книгу В которой На самом деле Должно было бы быть Там страниц 60 Но тебе лупят Там 16 Шрифт 16 Да там какой-нибудь И страница Вместо 60 Книга Вместо 60 Страниц Становится Там 250 И ты платишь Просто за Бешеные бабки За На самом деле Дополнительную бумагу Я любил в Киеве Ходить Вот Всякие там Магазинчики Книги Под 10 гривен Или от 15 Или еще Чего-то такое Получается У них там В принципе Выбор не то Чтобы большой То есть Это магазины Небольшие Но приходишь И находишь И по 10 15 гривен Вполне себе Покупаешь Ну в основном Получается Там классика В этом В мягком Переплете Но классика Это хорошо Что в школе Не дочитал То можно Немножечко Пополнить Сознательном возрасте Я редко Я редко Как-то возвращаюсь К литературе Школьной Ну вот Мастер и Маргариту Я перечитывал Помню Что еще Я перечитывал Наверное и все А войну и мир Пытался перечитать Ну как перечитать Начать читать На Которая страница Нет На первой На первой же странице Я бросил Это дело Потому что я понял Что меня ждут Балы Меня ждут Душевные терзания И тому подобные вещи Каждый там должен Найти свое Девочки балы А пацанчики войну Да нафиг мне Это война Скажи мне Где они там На пистолях И еще там Как-то пытаются воевать Я лучше почитаю Что-нибудь более современное Я предпочитаю Плазменные двигатели Всякие Фантастику Наномечи Телекинез И тому подобные вещи Вот как бы знаешь Я подумал Хотя бы Ракеты крылатые Высокоточные Плазменные двигатели И телекинез Современная литература Да Современная литература Скорее не современная Это фантастика Потому что И в 80-е Об этом писали И еще раньше Так что Так а я что Отрицаю Я что отрицаю Какая-то старинка Прям плазменные двигатели По-моему Война и мир Как бы была написана Чуть раньше Чем в 80-х Вам не кажется? Ну я тебе О том что Смотри какого века Ладно я не буду В такие далекие споры Уходить Потому что Современно Да не важно Просто у меня дома Просто Огромная библиотека Вот у меня в комнате Там три шкафа В коридоре Еще уходители Так что У меня есть что И сколько из этого Ты перечитала? Ну Относительно много Пока с нами Не познакомилась Относительно много Тюн Это 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 То что Можно Унести В руках Отнести Ну не знаю Ну там Треть Четверть Одну восьмую Просто один процент И тридесятых Например Тридесятых Ну ладно Ну ладно Или тридесятых процента Название Чего там Много слов Когда много книг То много названий Много слов Много книг Я Во-первых Хочу обратиться К нашим Слушателям Пока Пока они еще с нами Пока Пока они еще здесь Подожди Проверь Сколько их Может быть Уже Вот одновременно Прям чувствуют Это как пульс Нащупай пульс Ребят Я напомню Что Ну для тех Кто пишет Слушает в iTunes Нас Те конечно же Могут Своё мнение Комментарии Оставлять На канале YouTube Где в первую очередь Наш подкаст выходит А потом уже на iTunes Появляется Напишите в комментариях Вот мне просто интересно Кто куда Или уже съездил Или кто куда Собирается ехать Что вы ожидаете От отдыха И Куда бы вы хотели Съездить Когда-нибудь Вот Куда вы Может быть Уже съездили Куда вы собираетесь Ехать Да этим летом И куда бы вы Хотели съездить Вообще То есть Ваша мечта Вот моя мечта Это Прага Вот я прям Вот хочу В Прагу съездить Вот Карловы Вары Вот знаете Вот это вот все Было бы круто Старинные улочки Кафешки Ненависть к русским Вот это вот все Слушай Езжай во Львов Все то же самое Да И ближе Иди сюда Не Львов я не хочу Не Ну там ненависти К русским Нет Все нормально Там есть Там есть Там есть неприязнь К русскому языку На самом деле Да ну Я Я Я когда приехал Я тоже так думал И В первом же Рекетом Хотел На вокзале Купить Ну Карту Львова Обратился По-украински Ну Вот Вот Так же я по-русски Обычно Разговариваю Хотя Раскусили сразу Да Сказал так грамотно Но только Ее улыбка Вот Я решил Выпедриваться Не буду Да И все нормально Ну в принципе Там было же Наверное Видно Что Турист Меня Там Ну Я молодец У тебя футболка I love Lviv Там Да Там Сразу видно Что турист Да Шапка такая Большая В виде Ратуши И рюкзак Огромный И Огромный Фотопарат Да Не Ну ты знаешь Как бы Я тоже думаю Что если я заговорю По-украински Ну меня вполне Можно раскусить Что это Как бы Не мой Не мой Хочется сказать Не мой родной Но он Как бы Я-то родился В УСССР Да По большому счету Ну то есть Если так усреднить Как бы Локализировать Мое место рождения Но В общем Я родился В УСССР И по-украински Я умею разговаривать Потому что Мне как бы Навязали этот язык В школе Я не мог Не выучить его Отдельный предмет Даже два отдельных предмета Да Украинский язык И украинская литература И история украинская И история родного края У нас еще была Боже Чего там только не было Много Но поскольку я родился В семье Которая полностью Говорила на русском Все мои соседи Говорили на русском Весь мой город Говорил на русском И кстати То же самое Даже говорит То есть Это все и до сих пор И мои соседи И моя семья И почти что Весь мой город Говорят на русском языке И как бы То есть Вот эти вот вопросы Рамон Ты же украинец Почему ты говоришь По-русски Ну вот поэтому Потому что Как бы Это мой родной язык Но и по-украински О, видишь Все Запнулся сразу Дорогие Есть такое слово В украинском языке Дорогие друзья Шановни Это уважаемые Любишь Скорее всего Любя друзья Люби друзья Та и по-украински Любя друзья Это також Можем размовлят И агла Як вы можете Четы Я Декилька Запинаюсь Запинаюсь Видишь Все Суржик Несколько Отлично Все Декилька Несколько А как несколько Подожди Ну несколько Декилька есть Да-да-да Ну несколько в плане Не несколько в количестве А несколько в плане Ну ты понял, да Несколько запинаюсь Немножко запинаюсь Перестань Давай-давай-давай-давай Говори Говори Эксперт Трохый Трохый-то немного А я спрашиваю Именно это слово Нет Именно это слово Как по-украински Ты думаешь Существует Конечно существует Украинский язык Очень богатый язык Да А что А что ты Не, я его люблю Я его люблю на самом деле То есть Кто-то может подумать Типа, что я такой О, я типа Не люблю Язык своей страны Люблю, конечно Он очень красивый Он очень мелодичный Он очень богатый Но так просто получилось Что он не является Моим родным языком Але я можу Давайте Я спробую Давайте мы будем Сегодня размовляти Вы на российской А я буду размовляти На украинской Ну хорошо Попробую до конца Понять Якщо Тюна Будет меня Я так понимаю Украинская Так Си 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 Не, ну Я Не знаю Если только Ты что сбираешься Не, а Из города Как бы Только если Туда вот На дачу Себе И там Есть Как Генеральские озера Вот И там Можно поплавать А так Не знаю Генеральские озера? Да Это там Такие озера И большие погоны Такие Слева и справа С звездами Генеральские озера Или там Купаются Исключительно Генералы Знаешь Генеральские озера Ну там Я недалеко Как бы Это Сады генералов Были Как-то Хорошо Там садили генералов Да Не, это генералы Там исключительно Садили деревья А потом ходили Отдыхали Купались Такая вот Зона работы И отдыха Для генералов Не, ну нормально У нас Как бы Видишь А у нас в городе Вообще Вот захочешь Куда-то Вот просто Отдохнуть От суеты Да некуда идти И ехать некуда Вообще Вот Вот речь Вот куда Некуда На наши пляжи Вонючие Вообще-то есть И всякие Озера есть Тут главное Иметь желание Вот И Недалеко Вполне Находятся Прекрасные Места Ну и в крайнем случае У нас тут До Азовского моря Два часа ехать Ну Центр Да, это Азовское море Фу Ну фу Ну ё-моё Это Ну ты же отдохнуть От суеты хочешь Фу Да я не хочу отдыхать На каком-то вонючем море Оно уже там просто Так его Да потому что Там каждый Там где людей нет И всё Там только ленивый Не отдыхает Понимаешь Ну типа я Вот Там просто уже Так замусорили Это море Такое оно уже Грязное просто Так Я не знаю Ну то есть Можно конечно Поехать куда-то Да Куда-то там вообще Нет И недалеко есть Я тебе говорю Тут только заинтересоваться надо Ну это самому ехать Ну самому Правильно То есть ну Самоходом Самому искать где жить А вот просто знаешь Вот я Я же говорю Я такой вот Лентяй Что я люблю ехать Отдыхать куда-то Где я уже Мне как бы Комфорт обеспечен Знаешь вот Отель какой-нибудь Или там Частный сектор Где да Можно посидеться А всё включено Ну А если вот так вот А если вот так вот Просто с бухты-барахты Поехать на Азовское море То там придётся Полдня искать Где жить ещё просто В крайнем случае У нас и чёрное Это недалеко Не два Ну не два часа Четыре скажем И ты на чёрном море Ну дольше Это Это смотря на чём ехать Вполне нормально Ну и смотря куда ехать И куда Да И куда ехать Да Потому что можно И не на ЮБК А туда в сторону Одессы Вот тебе и чёрное море Или на Западное побережье Крыма Тоже вполне Ну я предпочитаю Отдыхать на самом-самом Юге Крыма Вот куда-нибудь Туда почти что К Турции поближе Потому что там как-то вот Во-первых Там атмосфера Очень интересная У меня сейчас По всей квартире Ходят и разговаривают Я прошу прощения За шум Тут все с работы пришли Я стараюсь Очень громко Показать Что у нас запись Но я надеюсь Кто-нибудь поймёт А мне в ответ орут сейчас Мне в ответ орут Атмосфера В Коктебеле Во время некоторых Мероприятий А так это Просто Ну куча Ну как Как отдыхают у нас Все знают Не-не-не Ты не понял Я говорю немножко Про другие места То есть я вот отдыхал Реально почти что На самом юге То есть Ялта Да там Тоже почти что Самое южное Такое место отдыхал А ну ты в горах отдыхал Да А я ездил Ещё дальше Как бы И смотри Ну ладно Почти что дальше Я не помню в какую сторону То есть от меня там Ялта была Но мы там поднимались на горы Мы ходили Мы В районе Большого каньона было А Ялта там Да-да-да А на южнее ещё да получается Чем я отдыхал Ну да Но там на самом деле Даже пешком при желании Можно было допереть То есть там знаешь Если взять палатки То есть там за За сутки за двое Ты и до Ялты дойдёшь От Большого каньона По-моему Можно это сделать Короче говоря Там атмосфера очень крутая Там вот Знаешь Такая восточная атмосфера Такая То есть там Вот эти вот кафе Рестораны Турки Ну почти что турки Там все ходят В тюбетейках Такие знаешь Там женщины Такие колоритные Такие вот Мужчины тоже Там Такие раздолбанные Жигули Знаешь Горы Вообще Очень опасные повороты Там серпантины Вся фигня То есть куда мы ехали Там Неловкий поворот руля И вы в Кюете И далеко летите И долго летите И красиво так Супермен И там таксисты такие Эй заходи Давай поподвезу Там куда надо Вы там Туда-то Туда-то Да Поехали Короче И садишься к нему Он так рысачит Мы там держались За все что только можно Подвеска Раздолбанная Все раздолб Пыли Мщится Нифига не видно По этому серпантину Слева от нас Вот просто руку протяни Уже пропасть Короче да Мы с таким экстримом Доехали Он такой Приехали Я такой Слава богу Просто что вообще приехали Это жесть была Вот Ну знаете Такой вот Весь такой Эхэй Восточный мужчина Кафешки там прикольные Ну как бы Полурестораны такие То есть там Как бы стульев нет Там вот эти вот Все ковры Подушки И ты так Садишься ноги Так вот В позе лотоса Как бы подгибаешь Как тебе удобно Блюда Блюда очень вкусные Очень такие Я сейчас вспоминаю У меня уже слюнки потекли просто Вина какие вкусные Там делают Это боже мой Это просто невероятно И цены такие дешевые То есть ты там мог Так вот это Всех восточных блюд Сладостей различных Ты можешь там Себе заказать Да За такие копейки Ты можешь просто Наесться Всего и вся Вот такого вот Экзотического Было очень круто Ну и само место отдыха То есть прям вот В лесу Возле ручья Из которого прям Пить можно Среди деревьев Недалеко от каньонов От водопадов Вот мы отдыхали Это было позапрошлый год Получается Или позапрошлый даже Я уж Не помню Но было очень круто Вообще так шикарно А в позапрошлом Да Рич Мы с тобой отдыхали В Коктебеле Вот Эх Ну все уже наслышаны На нудистском пляже Да Наслышаны Ну мы ехали туда Был занят Своими романтическими делами В то время Да Вы не то подумали Нет Мы то подумали Я пил вино И общался с девушками Вот Очень Очень был занят Я объяснил Нафига мне тут Гребенщиков Да Если была шикарная компания Да и на Гребенщикова Там платить надо было По-моему Дополнительно Я не помню А не Лично я мог пройти А вот эти девушки Не могли И да Я просто такой О я тоже не могу пройти Ой-ой-ой Беда Да-да А прослетик на руке Ни о чем не говорил Ни о чем Я его прятал У меня капюшонка была Тогда Потому что было холодно Уже ночь была на дворе А возле моря Как обычно прохладно Там были и Мои любимые Паров Стеллар Я уже видишь Научился Тогда я говорил Паров И крикнул Крикнул ведущий Паров Она мне сказала Да-да Паров Кому паров А кому паров Вот И Кого там только не было И Ред снайперы были Красные снайперы Да И кто там Еще был Из Дефас У них Парень Не помню Как зовут его Короче Кому интересно Посмотрите Лайнап Коктебель 2011 И вы увидите Какой там Шикарный букет Исполнителей В этом году Ну мы просто попали На юбилей По-моему Да Как раз Это было 10 лет По-моему Или 15 лет 10 лет По-моему Коктебель Да-да-да Мы на юбилей попали Просто вот поэтому Да И где-то на фотографиях В интернете Кстати Мы тоже где-то там Были Я находил фотографии Где мы были Да Я тоже находил Можете поискать Да Где мы пялились На голых женщин Вот Вот это было Слишком засмотрелись Не На самом деле Мы смотрели на сцену Но Просто ракурс был такой Что было ощущение Что Я отмазываю сейчас Ричи на самом деле Мне отмазываться не надо Да-да Ну было прикольно Было прикольно Рич себя ввел Как послушный гражданин Пошлый послушный семьянин А вот я этим похвастаться не мог В своем поведении Было круто Я сейчас смотрю Кстати на часы Мы уже Разговариваем с вами Около 40 минут И я думаю что Трендим тут микрофон По стандарту Я чувствую что нам надо бы Закругляться Потому что Мое семейство Не умеет помолчать Даже вот чуть-чуть Даже 10 минуток Все равно Знаете так У меня вот есть такая Особенность еще У меня если кто-то шепчет То этот шепот громче Обычной речи Вот А что там у вас? Все хорошо? На плите борщ? Вот Да у меня мама так Я всегда просыпаюсь Просто знаешь Например я расплю И да И там Кто-нибудь Я всегда просыпаюсь От такого шепота Просто вот Он прям вот такой Очень такой Пронзительный Ты же сказал борщ Естественно Все просыпаются Да я от борща просыпаюсь От слова борщ Просто Не от шепота Автоматом да Борщ Я пойду поем борщица Конечно Я что-то еще хотел Такое сказать Важное Вот по поводу Канала По поводу Рада была записывать Так как обычно Да Что хотел А друзья Неожиданно Нежданно Негаданно Да Кстати говоря На канале Пилотная серия Появилась Меня и Резо Совместная От меня и от Резо Где мы с ним играем В Рейман Ориджинс Кому интересно Кто хочет Предложение Продолжение Сериала Вы обязательно Пишите К первой серии Которая была Что вы хотите Продолжение Ставьте палец вверх Мне интересно Количество лайков Комментарии Отзывы Просто Резо Несколько сомневается В своих способностях Дайте понять Резо Что Он интересен Если Если это так Он говорит Он говорит там Он редко Но говорит Говорит типа Ты сам виноват Вот Он нормально там Разговаривает То есть в тему Да Я так по этой фразе Понял что в тему Говорит Да Ну он там А ты Ну именно четко Именно прям в цель Бьет Прям В Рамона В лоб Это знаете Это как И Рамон Пал Джей и Молчаливый Боб Вот он Молчаливый Боб Как бы Молчаливый Боб Он там В конце Разговорился Да То есть он Да Но говорил все Четко Ясно И вот Вот у нас Резо Примерно так Когда надо Молчит Молчит А потом Когда надо Да Скажет Че надо По делу И не Как бы В ответ ему Ничего не скажешь Типа Не то что мы Тра-ля-ля Да Тра-ля-ля Так что друзья Короче говоря Крафтвиль Немножко Задерживается Некоторые Выпуски С Ричем А именно Сейнс Роу Тоже скорее всего Подзадержится Малеха Но все остальное Все так же Будет выходить Индианы Модобзор Я тут готовлю Стюна И Скайден Будет выходить Будет выходить Если Мы получим Большое количество Лайков Будет выходить Также Из Резо Реймон Оридженс Если он сам Конечно захочет Продолжать играть Кивает Вроде бы Типа Кивает Это Захочет Согласен Захочет Все Хорошо Он захочет Ребят Если будет Много лайков Так что Контента На канале Будет очень много На втором канале Я постараюсь В скором времени Также сделать Еще один выпуск Дота 2 С МДжеромон Также я напомню Что там Многие люди Писали свои ники В стиме Кто хочет присоединиться Поиграть Как бы вместе Но я указал Требования Посмотрите Последний выпуск Дота 2 С МДжеромон Леон Как перевернуть игру Вот Да там было Интересно кстати Да там Неплохое получилось Геймплей у нас Посмотрите этот выпуск Я там рассказываю Требования Вот И может быть Что-нибудь получится Там сколотим Какую-нибудь Аматорскую Такую группу И я буду записывать Например Как мы там В пятером С голосовым общением Там играем Командой В доту Тоже вполне Интересный Такой будет Момент Но Может Кому что есть Добавить Под конец Да Отдыхайте Ребята Отдыхайте Это очень важно Чем лучше отдыхаете Тем лучше работаете И учитесь Знаешь А еще Есть такое Тоже Чем лучше работаешь Тем лучше отдыхаешь Поэтому усердно Работайте Поэтому лучше работайте Усердно Учитесь И отдыхайте Чтобы можно было Хорошо отдыхать И тогда и отдых хороший Заработайте себе На хороший отдых Если работаете И заработайте На хороший отдых Если будете Хорошо учиться Потому что родители Как бы вас В обиде не оставят Ну если и не отдых То точно вознаградят Каким-нибудь образом Я этого в детстве Не особо понимал Поэтому Я сам себя Приходилось мне вознаграждать Искать способы Вот так Тюна? Я Ну Всем Хорошо отдохнуть Последние деньки И Да Всего хорошего Пока Тюна просто Очень Очень Эмоционально Переживает По поводу того Что Мы заканчиваем Наш выпуск И что речь уезжает Поэтому прошу Прошу простить ее Чувствую Она там уже такая Уже слезу так Смахивает с глаз Так Подкаст заканчивается Смахалась уже Очередной Да Но я хочу сказать Что Я никуда не еду Вот Например Я буду продолжать Друзья Для вас работать А потом возьму И в осенью Сорвусь просто В Прагу Вот это случится Я вам говорю Вот такое просто Я уехал Потому что Осенью В Праге Невероятно круто Невероятно красиво И по скидке Можно поехать туда Вот Это самое важное Туры уже заканчиваются Горящие Там Уже почти никто Не хочет ехать Потому что летом Уже все съездили И ты такой Едешь По скидочке Тебе Всякие Туристические Вот эти вот Всякие Как это Как эта штука Называется Экскурсии Экскурсии Накидываются Возьмите Это Еще в этот музей Сходите А еще В эту выставку А вы еще Там На проспекте Ну я сразу Что сделаю Темноопытный турист Или экскурсовод Кто знает А я первое Что сделаю Конечно Если вдруг Попаду в Прагу Это Пойду на территорию По которой Туристы обычно Не ходят Вот там Самое интересное Там И перочины Ножики И бабло Гони Короче Вот Самое Самое крутое Там происходит Поэтому я туда пойду Ну и кафешки Там кстати Намного дешевле Чем в туристических зонах Просто Через улицу Через Какие-нибудь Подворотни Переходите Это я уже У людей Которые знают Места Там Общался с ними Просто Вот там Уходите Куда-нибудь И уже Буквально Там В 200-300 метрах От вас Кафе В котором В два раза Цены ниже Чем Вот На другой стороне Улицы Почти Что Через две улицы Например Так что Да Надеюсь Что у меня Получится отдохнуть Не летом Всем хорошо Проводить Лето Встретимся с вами В следующих выпусках На нашем канале Встретимся с вами В следующем выпуске Нашего подкаста Не забывайте Подписываться На оба канала И Майнкрафт Юкрейн И Крафт Шоу Геймс Потому что И там и там Выходит контент Не забывайте О наших стримах И на меня И на Рича Подписывайтесь На его Все два канала Это у него Все два Первый канал Это Рич Маквуд Второй Это Пойот Порфирий Поет Я по-другому Не могу Читать твое название Ну реально Я вот там читаю Просто Поет Порфирий Нет Он это тоже делает Поет в ваших душах Да Вообще Поет конечно Но написано Поет Без двух точек Поет 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 Порфирий Друзья Тоже на это Подписывайтесь Я с вами прощаюсь Со мной сегодня На это Это На это Подписывайтесь На это И на то И на это И на то Со мной сегодня Довольно душевно Побеседовали Тюна Пока-пока Удачи всем Вот это Бородатое Существо По имени Рич Макут Которое нас покидает Предатель Все будет Тевтели Я отправляюсь Дальше Молиться Моему Моему Пастафарианскому Богу Летающему Макароному Монстру Авось Приму Даже Пастафарианство Кто знает В Украине Тоже появилось Официальное Представительство Это религии Всех призываю С сегодняшнего дня Видимо Всех призываю Всех Потому что я Я как бы Крещеный Макароном Да Я крещеный Но Меня-то не спрашивали Да Когда крестили Поэтому Я считаю Что Это уже Может быть Даже тема Следующего подкаста Что я считаю Что Человек должен Принимать Свою религию Когда он Входит в Сознательный Возраст Вот И когда он Знакомится С чем-то Вокруг себя С кем-то Вокруг себя Со всеми Религиями Которые ему Доступны И сам выбирает Какому богу Верить А может быть Никакому богу И не верить Может быть Верить себе И верить В некую карму И в какую-то Энергию вселенскую И быть атеистом Нет А атеисты На самом деле Это тоже религия Меня зовут М.Джа Рамон Давай уже Заканчивай Пока-пока Меня зовут М.Джа Рамон Я думаю В следующем подкасте Мы все-таки Затронем тему Религии И запустим Холивар В комментах Стопудово После этого Мы затронем Еще один Холивар Это Иксбокс Против Плейстейшн А потом Мы затронем Холивар Это Путин И Медведев Царское Царский режим Или спасение народа СССР Против США Потом Израиль Против Палестины И короче И так далее И тому подобное Но это не сегодня Уж точно Спасибо за то Что были сегодня С нами Все эти 50 минут Меня зовут М.Джа Рамон И мы здесь закончили Пока Ну и потом Снег Кат Сейчас Это тяжелая информация На самом деле И в итоге Сам Летающий Макаронный Монстр Отдал Нашему Пират Масей Летающий Макаронный Монстр 10 табличек И потом Летающий Макаронный Макаронный Монстр Отдал Пирату Масею 10 табличек Лучше Которые Назывались Лучше бы ты Этого не делал Правда По пути С горы Сальса Масей Потерял Две из них Вот Вот это Я хотел сказать Ой Лучше бы ты этого Не говорил Да Лучше Нет Нормально Нормально И потом Летающий Макаронный Монстр Отдал Отдал Кому Пирату Масею Пирату Масею Черт Сейчас Мы выучим Будем ему Подсказываться 3 2 1 Запись Я не могу Я ржать Уже сразу Начинаю И потом Летающий Макаронный Монстр Отдал Пирату Масею 10 Табличек Табличек Лучше бы ты Этого не делал Ааа